70 юных спортсменов с разных уголков страны съехали в столицу Верхневожья на открытый Кубок Тверской области по фигурному катанию. Старты прошли на льдовой арене Дворца спорта «Юбилейный». Хозяева льда конкурировали с представителями Саранска, Рязани, Липецка, Вологды, Ярославля, Череповца и Кондопоги. Соревнования, данные соревнования проводятся традиционно и всегда на домашних соревнованиях выставляется как можно больше детей. То есть как бы свои стены помогают и мы стараемся всегда максимально дать возможность детям принять участие в домашних стартах. Отбираются дети затем на зональные соревнования и на первенство России. Одним из тренеров, готовивших тверских ребят к региональным состязаниям, была Юлия Лапушкина. Юлия рассчитывала, что ее воспитанникам удастся не стушеваться и показать себя перед арбитрами во всей красе. Победа очень важна не только спортсмену, но и многим людям, которые прикладывают свои силы для достижения успеха. Полностью дети выкладывают и в душу, и столько сил ушло, столько тренировок. Тренируются по два-три раза в день, и поэтому и тренер много прикладывает, и хореографы, и работаем с программами каждый день. И поэтому как бы очень много сил вложила, и, конечно, эмоционально тяжело детям еще справиться, как бы маленькие дети. И поэтому надеемся на самое лучшее, что получится. Чтобы сделать заявку на лидерство, необходимо строго выполнять многие требования. Помимо внешнего вида и артистизма, каждый участник оценивался по частоте проката. Техника исполнения – один из основных критериев, на которые обращают внимание судьи. Любой элемент, он по своей сложности, его надо каждый оттачивать. Не просто какую-то вот что-то убрали, что-то. Каждый элемент нужно оттачивать. Поэтому ребенок может сорвать прыжки, ну, как считается, вроде самая сложная прыжковая часть, но может набрать на прекрасных вращениях и прекрасным скольжением. Вот скомпенсировать то, что он мог сорвать. А человек может напрыгать прыжки шикарные, там, грубо скажем, тройное уже, что владеет уже и маленькими, и тройными прыжками, и хорошо владеет двойными, а вращениями хуже, и может вроде так вот он наглядно выглядит сильнее, а наберет больше очков, он выиграет вращениями и скольжением. Здесь такое, как палка о двух концах, а золотая середина, когда ребенок владеет всем, поэтому надо оттачивать абсолютно все. Девчонки и мальчишки, несмотря на юный возраст, со всей серьезностью относились к своим выступлениям. Многие рассуждали по-взрослому и самостоятельно делали прогнозы на свои прокаты. У меня в программе будут элементы клуб-клуб, каскад. Мне кажется, что он легкий, и я думаю, что я его выйду. Флип у меня не очень получается, я думаю, что неплохо получится. Вращения у меня легкие. Думаю, откатаю на отлично. Из тверетян в результате на отлично отработали свои программы четверо спортсменов. В общую копилку были добавлены три серебряных и две бронзовых медали. На третью ступень пьедестала почета по программе второразрядников удалось взойти по линии Саламатовой. Страшно, конечно, в соревнованиях. Перед короткой страшнее, конечно, перед произвольной. Не знаю, почему. По итогам Кубка области была сформирована команда для участия в зональных соревнованиях и первенстве России. К сожалению, пока еще рано говорить о высоких результатах, потому что школа фактически с 2007 года функционирует в том режиме, в котором сейчас она есть. Потому что хоть нам и там 27 лет, в принципе, фигурному катанию, школе фигурного катания Тверской, но по сути она там реорганизовывалась, расформировывалась и заново она создалась только в 2007 году. А это достаточно маленький срок для того, чтобы добиться очень высоких результатов. На сегодняшний день мы идем по плану, что называется. Мы выполняем кандидатские разряды и на подходе у нас мастера спорта. ПОДПИШИСЬ!